I have ways of blowing things off. Капитан Младший, пожалуйста, сопровождайте нас. Сейчас мы будем летать на абсолютно новом самолете. Выглядит он вот так. Погоди, а это разве не тот, на который мы в прошлый раз летали? Нет. Да, это, да-да-да, согласен. Окей. Это что-то военно-воздушное. Эй, эй, а как в него залазить? Ну, вот наведи на него. Его. X, коп, а, коп. Угу, все, 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 понял. Я сяду вторым пилотом. Да. Звук у него немножко такой себе. Почему? Вот, знаешь, вот это мое подозрительное лицо сейчас очень даже кстати, потому что все это выглядит крайне подозрительно. Хе-хе. У-у-у-у! Верножить на правила. Кому они нужны? У-у-у-у! Да. Убирай шасси. Отлично. Кому нужны? ВБРАНИ. Что тебе bravin? Вот. Вот это первый лицо. Посмотри, как это все выглядит. Смотрится, конечно, да, очень круто. Верю, но мне вот нравится роль пассажира, и я к тому же пассажир в кабине пилота, мне все прям хорошо Что у меня там за сиденье, может у меня там шоколадка какая-то заныкана, сейчас посмотрим Знаешь, что это как обычно, садишься в машину, и когда тебе нечего делать, начинаешь лазить под сиденьем Доставать сетевич, которые туда упали еще в более азербайском периоде Что ж Эй Да Остановите на следующий, пожалуйста Ты сейчас сможешь просто встать и сесть за крыло, только это немножко опасно Сесть за крыло или на крыло? На крыло сесть Да Если мы сделаем вот так, вот так И сделаем так Теперь ты сможешь гораздо безопаснее сесть на крыло Сейчас я могу выпрыгнуть? Да Да Тара-та-та Я умею летааать А Что? Ты чуть не упал Почему? Я же на крыле, тут крыло большое Ой, 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 ой Мы падаем, мы падаем, садись А-а-а Я не могу икс нажать Блин Ты че сделал Я не знаю Я не знаю, я не вижу Там такого боворота Сейчас погоди, погоди Икс Икс Так, третье это парашют, да, инструкция, как пользоваться парашютом Подбери меня, я на парашюте у меня на секунду появилась кнопка сесть обратно и это как я должен был сесть прикинь на тебя такой самолет несется садись быстро вы чё в call of duty что ли то все реально это не call of duty паузу жми почти получилось почти получилось почти получилось давай давай сейчас буду спамить это x ровно только лети пожалуйста тихо тихо ниже давай без паузы просто пролетать то что на паузе не работает x только ровно пролети пожалуйста я уже я уже начинаю кнопку ты чё делаешь я тебя не вижу я тебя потерял эй фиолетовый парашют блин его снизу он только сверху фиолетовый эм нет а вот ты вот ты давай я вижу тебя а вот это приключение надо пойти поменять подгузник я тебе говорил что когда пролетаешь можно поспалить x а тут получается потому что у меня выскакивала то надпись на секунду зачем эти на это поле ну лечу а теперь у меня даже цвет парашюта кстати поменялся смотри а ты где а вон вижу ты такой светлый тебя еле заметно что тут нло я обычно про прячут этих сельских амбарах а как этим управлять стоп энджинов но энджин как не запуститься то нажми на и и вперед чтобы управлять и управляем мышкой у меня есть очень хорошая идея на такая безопасная прям вообще со мной что-то не то он горит сейчас его уже починится нет он же не взорвется сам безопасный транспорт так 5 зажигание как не взлететь просто вот что я думаю просто мышку вверх нужно ввести этого не происходит да ладно зато ты можешь посмотреть на мои очень безопасные трюки сейчас я попробую еще раз сейчас погоди ты видишь меня нет я горящий я горю где я уже прям рядом а вижу только не горишь куда прикольно это я тоже хочу так что даже могу сделать смертельную петлю понимаешь как смотри нужно в полете нажать на сэ и просто вести мышкой тогда ты будешь крутиться если я взлететь просто хочу спасибо блин это круче чем какой-либо там флайт симулятор или что такое это прям реально хорошо круто да 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 мы когда-то с вами ребята уже смотрели на эту игру и реально вот такого не было мы если вы помните мы там летали на конкорде вот здесь у нас разные другие самолетики вот мы до этого летали честно говоря даже не знаю как название этого самолета на котором мы летали прежде да и название этого самолета я тоже не знаю вот тут написано кстати что это это создание дарека а так я похож вообще на метёрка вот у меня реактивный двигатель я имею ввиду в общем то а как шоссе убрать или тут нету тут не убирать не убирать это же было это же было сделано человеком одним без всяких механизмов в сарае видишь какой ты быстрый ты прям реактивный да я вижу что короче по тангажу он реагирует так себе честно говоря как тебе идея ресетнуться или прилететь на аэропорте куда как ребятам другие самолеты давай давай говори куда идите там где здание сейчас прилечу я правда лечу на сто процентов мощности я не знаю сколько времени у меня займет туда долететь мы такие быстрые можно вниз пожалуйста понимаешь да мы прям мы прям с скоростью света даже быстрее вот и когда из кабины начинаешь регулировать то он немножечко ну с другой стороны немножечко послушный не потому что он останется послушным а потому что здесь заметнее углы атаки или тангажа и всякое такое здесь можно хоть как-то что-то регулировать вот вид от третьего лица он очень не информативный так ты где там возле того здания ну я я пытаюсь посадить этот мелкий самолетик ну почему я тебя не вижу ну я прям возле полосы второй которая подальше немножко так садить самолет от первого лица офигеть как тяжело и ты даже не представляешь насколько тяжело я сделал это я посадил это самолетик так нужно будет прикрутить немножечко это так давай садись скорость ух я сделал это молодец есть блин я с этого захода наверное хотя он маленький может и зайду давай если мы убавим скорость я посадил здесь с мелким самолетик я прямо сейчас в терминал его посажу по моему знаешь где ты возле терминала а я тебя вижу я тебя вижу я до тебя сейчас добегу мой бег быстрее чем это самолет есть воу ты сделал это поздравляю привет это это тот случай когда горит задница смотри все кресло прожег нафиг пока пытался его посадить так откуда тебя ждать а вот привет пойдем покажем ребятам новые самолетики понимаешь как ты так быстро передвигаешься ну тут есть тирантул эм да кнопка и все чтобы постоянно бегать ааа я этого не знал ну окей круто ты где ну я там в конце вот где самолет разбегается да вижу тебя так сейчас мы покажем еще новые самолетики арантул офигеть я не знал всего этого да ребят если что здесь довольно редко бываю но вот вот еще один новый самолетик стой это ага ну давай так мы его тоже можем попробовать посадить и кстати он со скоростью его звука как выключить этот тупой звук никак ты в самолете если ты выключишь этот тупой звук ты упадешь и разобьешься да в общем это сейчас будет классно смотри на самолет в третьем лице опа фигуры высшего пилотажа а вот посмотри на мою профессию тоя а нажми на так и смотри тоя так ээээ я пилот который выполняет фигуры высшего пилотажа каскадер прикольно станд стандхлайт круто каскадер ты меня даже помнила мы сейчас попробуем долететь до знаешь в большом самолете вот эта вот одежда капитана она смотрелась эээ уместно здесь в этом самолете она смотрится как минимум немножечко глупо потому что здесь уместно была бы кислородная маска и шлем ну там еще ладушки там можно да ладушкам можно все да так ну давай тогда крутить бублики ну бублики да сейчас покрутим бублики вот вот неплохие движения посмотрим посмотрим смогу ли я повторить я могу вот так вау вот так вау самое прикольное самое прикольное что после него остается вот этот аэрослед и можно проследить все эти движения которые выполняют самолет по-моему очень прикольно не я только что чуть не утопил наш самолетик да ну нет у нас еще с запасом кстати до воды не знаю у меня кстати нету регулятора я не вижу сколько у нас высота а минvilечку в салоне это все отображается не отображаются вот мне сейчас стало интересно те механические показатели тихо те механические показатели которые у меня там были на том мелком самолете они были реалистичными или они просто картинка ну реалистичными прикольно так нужно попробовать посадить этот самолетик свернись свернись В чёрную точку свернись. Зачем ты движок вырубил? Я почти успел выпрыгнуть. Ты его утопил. В общем-то, рядом с крейтером Рокфордом... А, ладно, Рокфорд уже. Надо показать ещё новые самолеты ребятам. Давай, давай, я не против. Давай, ты будешь спаунить, потому что... А, нет, мне нужно back и close. Ты будешь показывать, спаунить. Да, ребят, я, наверное, сделаю вот так. Нет, не так. Я не то, нажал вот, вот это нужно. Так, и тогда вот так. Летучая крепость? Погоди, мне кажется, мы в прошлый раз на ней летали. Я практически уверен, что да. В общем-то... Фи-фи. Да. Думаешь, правило вы или нет? Эта штука довольно тяжёлая, так что смотри сам. Ладно, нет. Знаешь, в чём прикол? В чём? Почему в Японии нету толстых людей? Потому что у них уфиглы, да? Нет, потому что последний раз, когда там был толстяк, он разрушил целый город. Раз уж мы летим на Б-29, то это, я думаю, это было бы вполне уместно. Классный самолётик. Да, самолёт реально хороший. Большой. Я хочу... Блин, тут это ещё должна быть позиция носового стрелка, но её здесь убрали. Вообще здесь, в принципе, все эти турельки, чисто для украшения, тут существует вот пилот и второй пилот. С другой стороны, ребят, посмотрите вот эти вот старые самолёты, времён Второй мировой и чуть позже, чуть раньше. Вот это вот панорамное остекление кабины, оно же просто офигительное. То есть у вас нету как-то такого разграничения там на нос и всякое такое. Есть просто нос самолёта сам по себе, который и является цельным остеклением. Такое было на Хенкелях 111, такое было вот на Б-29, такое было на очень многих самолётах. Это смотрится офигительно круто. Когда у тебя просто стеклянный купол спереди. К сожалению, я этого не заметил, потому что я рассказывал про остекление кабины. Милочка, а хвостовой стрелок у нас есть? Ну да. Ну, то есть есть его кабина, есть его пулемёт, но я не думаю, что туда можно сесть. А так, нижняя турель, две верхних турели и одна должна быть... Не, не помню, на СВ, по-моему, уже, кстати, и не было. Это в Б-17 была носовая, в Б-29 носовой турели уже не было. Это было место бомбардира, потому что здесь, если вы видите, отличный вид снизу. Можно было производить наводку, поэтому да. Этот самолёт на него очень неудобно садиться, потому что он сам по себе очень огромнейший. И медленный. И очень большие колёса, и ещё у него мелкий скользь. Да. Штука обалденная. Да, согласен, согласен. Что, швейки с ними сделаем, но вот так... Вау! Фау! Знаешь, в первую лицу это выглядит офигенно, особенно я пилот. И я не могу как-то вот так вот просто взять и смотреть туда-сюда, или восьмой, я тоже свинёл. Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Эй, чувак Совсем офигел Нееет Бинокль, такое ощущение, как будто ты просто голову вперед пододвигаешь Да Мне классно, что тут есть я поднимала А мне все равно надо быть за рулем Или все равно На тот случай, если во время бомбежки тебе принесут холодные напитки Ты можешь просто поставить самолет на автопилот И наслаждаться какой-нибудь мохитой Или пиноколадой Пришло время слежать скорость Пришло время Кстати, ребят, вот это вот окошко сверху Которое вы видите, вот этот маленький купол Дело в том, что на этом самолете Использовались уже Ну, не автоматические турели Но, в смысле, оператор турелей Сидел внутри салона Он не находился внутри купола турели Поэтому Турели наводились через Электронику Специальными гидроприводами Чтобы посмотреть, что происходит Человек мог просто Высунуть сюда голову И он увидел бы, в каком положении находятся турели И что находится над самолетом Кстати, это довольно продвинутая технология На тот момент была В предшественнике В Б-17 На каждую турель Приходилось по одному стрелку По одному Человеку Который физически сидел Внутри турели Здесь же Один оператор Управлял Всей сетью турелей И, по сути Стрелок находился Только в хвосте Был хвостовой стрелок У которого была своя турель А тремя корпусными Турелями управлял Один оператор Это на тот момент было очень крутое достижение Ты че? Я пожалуй пойду Что? Как это? Какого фига? Зачем ты так? Как это? Нет Что случилось с травитацией? Она нас подвела Ладно Все, ребятки Наверное, тогда сегодня на этом закончим Показали вам немножечко авиации Что-то побольше Что-то поменьше По-моему, было довольно неплохо Здесь Классно Именно проводить время Оу Вот Поэтому, как обычно Этот режим мы можем вполне рекомендовать Здесь круто, здесь прикольно Можно провести несколько часов Вот вообще Запросто Уместно Щупая разные новые самолеты Разные новые способы полетов Поэтому, ребятки Рекомендуем вас А на этом у нас сегодня все Спасибо, что были с нами Всем удачи, добра, бобра Всем молодышков Всем пакета Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!